В юности он отлично стрелял, умел делать взрывчатку и мечтал стать военным. Но судьба распорядилась иначе. Он поступил в театральный институт, и из него получился прекрасный актёр. Сегодня он много снимается в кино, играет в отличных спектаклях и сам пишет к ним сценарий. На первый взгляд ему всё удалось. А как обстоят дела на самом деле, узнаем прямо сейчас. Мой герой – актёр, сценарист и продюсер Константин Юшкевич. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Вы родились и выросли в Екатеринбурге, то есть в Свердловске. Сейчас это лучший город на земле. Куда там Москве до Екатеринбурга? Это совершенно сказочное место. Я не знаю, бываете вы там или нет? Нет, бываю, конечно, на гастроли. Это красоты необыкновенный город. Урал вообще – это очень красивые места, необыкновенные окрестности все. Там полным-полно всего интересного. Вкусной еды, хороших гостиниц, где можно там пожить и как-то выпить кофе, стадионов. А во времена вашего детства какой это был город? Ну, я вам скажу, это всегда так считали, что Свердловск – это центр вселенной. Хоть он и был закрытый город в своё время в Советском Союзе, потому что очень много военных всяких предприятий там было. Что в области, они даже назывались там Свердлов 44, Свердлов 45. Но, тем не менее, у нас большой лозунг на вокзале висел – «Урал – опорный край державы». Ну, вам нравилось там жить? Город был закрытый, и когда ты приезжал, скажем, в Питер, там несколько другая жизнь была. Я помню, у меня родственники в Питере жили, моя тётя. Её муж работал, прислали какие-то форды такие модные. Они развозили как раз пипсиколу. Я помню, что точно пил пипсиколу, когда приезжал в гости. Ну, ещё жвачка была, фонталлинская какая-то, очень вкусная апельсиновая. Да-да-да, апельсиновая, да-да-да. И пустые банки из-под пива. Это у всех коллекций были. Как украшали быт. Украшали, заходишь, и вот такая. Неважно, что ты их не пил, но просто где-то нашёл. Да-да-да, ну просто любуешься. Где фирма гуляла, как раньше называлось, в Питере. Вы в семье один? Нет, у меня есть родная сестра. Старшая, младшая? Младшая, на 10 лет младше. То есть это вам было 10 лет, когда вам впендюрили в руки, значит, сестру? Ну, я ей давно говорил, что она мне детство испортила. Ну, испортила, да? Вместо того, чтобы гонять, я вынужден был с коляски ходить, её баюкать. Но я им стил. Она пока не умела разговаривать, я её пугал всячески. Как? Ну, мог гуаши лицо разукрасить. Прямо серьёзно, да? В кроватке. Потом она стала жаловаться, это уже невозможно стало. Ага. Я помню, в девятом классе, когда мы учились, у нас класс был очень забавный. Мужское население придумало какие-то развлечения. Вот мы устроили чемпионат по настольному хоккею. Разобрали команды, тотализатор сделали. Ага, в школе? Мы записывали турнирную таблицу, и финал проходил у меня дома. Или нет, две команды играли, две и две, а потом встречались. Полуфинал играли. Полуфинал играли, да-да-да. Я был в полуфинале, и всем говорил, в соседней комнате сидит сестра. Пожалуйста, не ругайтесь. Ну, и когда стали играть, я стал проигрывать. Говорит, что у тебя сестра сидит, ты что-то творишь? А-а-а! Я не мог держать эмоции. То есть мы первые начали, да. Там за драки вообще. Всегда она была с оглядкой. Ну, чемпионат-то выиграли. Нет, я, по-моему, второе место занял, поэтому так и расстраивался. Или третья даже. Скажите, пожалуйста, в Екатеринбург это красота такая. Мы как только туда приезжаем, мы там давай где-то рыбу ловим. Мне так нравится, прям невозможно. А у вас в детстве это было? Лыжи, рыбалка, походы, поездки? Нет, ну, конечно, там на Урале природа замечательная. Она очень отличается, скажем, от московской. Ну, на первый взгляд, оно и то же. Но там другие ели, другие сосны, там все какое-то другое, все больше. Нет, Кость, там еще фишка в том, что там нет горизонта. Ты когда смотришь, ты все время упираешься взглядом в скалы, в горы. Все, что связано с природой, я помню детство свое, мы постоянно за грибами ездили. Ой, красота какая. А была машина? У отца была машина. Ну, он у меня любитель техники, автомобилист, и мне привил это с детства. Мы ездили за грибами, ездили на рыбалку очень часто. Но больше ездили в Челябинскую область, там очень красивые озера и очень такие зарыбленные, как называется. Там всегда ты что-то поймаешь. Вот. Ну, и он меня возил на охоту и привучил меня с детства тоже. Я там занимался стендовой стрельбой на круглом стенде в упражнении. Слушайте, ну и вам удавалось даже что-то настрелять? Когда я стрелял на стенде, у меня был тренинг постоянный, я негативные эмоции вносил в охоту, потому что я обстрелил взрослых мужчин, и они, как ни странно, очень нервничали. Как-то не любили это, им это казалось неправильно. Поэтому я попадал, я помню, да. А вот ко всей ты канитель потом эту птицу щипать, потрошить? Вот это проблема, потому что домой не пускали, а птица дичь, она иногда с живностью, с какой-то такой попутной живут. Конечно, надо чистить. Вот, поэтому нас домой не пускали, и мы вынуждены были это, конечно, все на природе делаем. И возили уже некрасивые вот эти вот... Тушки, да-да-да-да. А в школе как вы учились? Учился я, ну, можно сказать, без троек. Я пополам был такой хорошист. Что нельзя сказать, может, про поведение мое. Про поведение хромало? Ну, про поведение, да, хромало. У меня даже был, по-моему, в шестом или седьмом классе дневник по поведению одного. Я должен после каждого урока подходить, и мне ставили оценку. Как дневник отдельный? Да, вот у меня была такая дидратка, допустим, там, геометрия. Ставили мне не что я какую оценку получил, а как я себя вел. Сорвал, не сорвал урок. Ага, плевался на уроки русского языка. Да, ну, было, наверное, такое. Я помню, вот, какие-то не очень хорошие оценки получил. И я какие-то страницы с дневника-то и вырвал. Потом на голубом глазу объяснял, что это нормально, когда пять страниц в дневнике. Отсутствие. Это нормально. Мне сказали, давайте посчитаем твоего друга, который там у нас в соседнем подъезде оказался раз в десять больше. Но он тоже вырвал, кстати. Вот меня спалили. А как-то наказывали? Могли телевизоры лишить, смотреть. Раньше были такие ламповые телевизоры, а там были такие предохранители. И вот если предохранители вытащишь, не покажет. Ну, я так, меня оставили, я пошел к соседям, сказал, папа просил, предохранителей нет у вас. Запасного. Да, я брал, смотрел, понимал, что они придут сейчас и отдавал, относил. Спасибо, все, мы нашли. Ой, какой прямо ушлык парень-то. Вру с детства, видите. Да, а вот это вот желание хулиганить, как вы сейчас объясняете, Константин? Ну, это, наверное, чтобы весело было, потому что я однообразие не могу выносить. Я как-то там давно работал на заводе, перед чем в Москву переехать, два с половиной месяца. Я понял, что это просто... у меня суицидальные настроения появились. Когда нужно в восемь приходить, в пять уходить. Это просто кошмар. Ну, наверное, мне бы становилось скучно себя развлечь, и товарищи особенно. Что-то там и устраивали. Но я не один участвовал в акциях. А какие акции-то? Разные, там, на химии что-то как-то у нас получилось. Но мы баловались, что-то чуть не сожгли кабинет. Решили спичками поиграться. У меня шторка загорелась, спичка. Я начал ее тушить, и услышал виск нашей учители по химии. Ну, потому что она еще такого материала была, она не горела, а исчезала. Да-да-да, я понимаю. Да-да-да-да. Вот, а как-то нас оставили в лабораторной, и мы пытались яд какой-то получить. Где-то вычитали. Это было подсудное дело, поэтому, ну, не понимая, что могли учителя за это пострадать. Но мы пока убирались в лабораторную, пытались получить какой-то... Яд. Вот, да. Получили. Не знали, что с ним делать. Что-то в осадок там выпало, должно было. Но пришла учитель, и она просто была в шоке, побледнела. Просто я в химии не очень. Это у меня там одноклассник был, который очень был в химии. Потому что я все-таки гуманитарий, а не техник. А фильмы, книжки, все присутствовало или не до этого было? Нет, я в детстве читал просто за поем. Я был записан во всех библиотеках. Но особенно я любил фантастику. Мне очень нравилось, как все придумано. А чего читали-то? Хайнлайна, Саймака или Стругацка? Вот у меня одна из любимых была Гарри Гаррисон, по-моему, называла «Некротимая планета». Ну и потом я был киноман, я бегал, не пропускал ни одно кино, которое в городе шло. Но это сохранилось у меня и сейчас. Я каждый день, наверное, кино смотрю. Даже если устал, со съемок приезжаю, вечером какой-нибудь любимый сериал включаю, который смотрю в данный момент, серию посмотрю. Идея вот эта в театральный вуз пойти откуда взялась? От кого? И когда? Третий или четвертый класс. Родители меня подали в такой, так называемый, пионерский театр миниатюр. Какие-то миниатюры по стихам советских детских поэтов. А потом там формат трансформировался, несколько этого коллектива, и мы стали играть по советским временам. Модный такой формат, как агитбригада у нас был. Пионерская агитбригада. Мы разыгрывали обличающие сатирические сценки. Все это формировалось в выступлении минут на 25 с песней в финале. А вы были мальчиш-плохиш или мальчиш-кибальчиш в сатирических сценках? Нет, где-то я был, как бы сейчас сказали, характерным персонажем. То есть комедийным изображающим, да, какое-то отрицательное начало. Благодаря этому коллективу я не думал стать артистом, но было очень весело. Мы объездили очень много. Я побывал в Орленке. Это одно из детских впечатлений. Чудесное было. Да, ну, ушел я, можно сказать, сам, но, в общем, там некрасивая история получилась у меня. Побили кого-нибудь? Нет. Я уже занимался спортом, стрельбой. У меня были соревнования. У меня там соревнования до Сальки, а потом было выступление. Но так как было соревнование, там организация военная, мне надо было сдать ружье, почистить его. Но там была очередь, я не мог. Я опоздал на выступление. Мне было очень стыдно, но получил порицание. Ну и как-то вот получилось, что я ушел. Я перешел на некоторое время в другой коллектив, более старший, театр юношеского творчества. Там уже играли спектакли. Вот я там играл какого-то подонка малолетнего. Времен войны какая-то пьеса была. Я вот помощник барыги, я помню, был. Я делал такт, ходил и пытался ножичком играть. Играть, да-да-да. И гнобили мы главного героя. Там что-то у него отбирали. Какой опыт у меня криминальный. Театральный вуз почему сложился? Ну хорошо, тут самодеятельность, там самодеятельность. Наверное, что-то было, потому что мне как раз в детстве еще пытался как-то бабушек у подъезда развлекать лет в пять-четыре. Кривлялся? Нет, у меня была гитара детская. Я выходил, что-то бренькал. И какая-то была популярная песня «Пой гитарная струна». Мне говорили, что я пил «Пой гитарная, не выговариваю, а э, гитарная струна». Ну и бабушки приходили там. В восторге были, в восторге, да? На концертах, где пепл они там. Поэтому, наверное, это влечение было, но я не относился к этому серьезно. Я не думал, что это профессия. Был выпускной, мы какой-то КВН показывали. И вот, собственно, на выпускном только я, можно сказать, решил попробовать. А до выпускного вы кем решили быть? Военным хотел быть. Десантником, летчиком, гражданской авиации. Вполне романтические мечты, прекрасные, да, мужские, да. Ну вот, поступил, как-то повезло мне с первого раза. Куда? В Свердловский театральный институт на первый курс. И два курса до армии отучился, я до сих пор не понимал, что это профессия. Я думал, ну вот это весело и достаточно. Ну вот вроде, а что хотите? Вы все вроде веселятся здесь. Ко мне товарищ из УПИ, с физтеха приходил, говорит, слушайте, что вы тут делаете? Что-то мычите, рычите, тренинги ведите. Прыгаете через туле. Да, ну это вообще, тут у вас учиться халява какая-то. Ну вот после армии, придя уже на другой курс, к другому педагогу, я уже изменил отношения. А в армии что-то поменялось? Почему изменилось отношение? Раньше как? Ты учишься, приходит твое время, приходит повестка, ты отправляешься в отпуск и идешь в армию. Потом демобилизуешься, приходишь и на другой курс, который по счету там должен быть. Ну вот я так, первый курс у меня была отсрочка, я доучился два курса, а потом уже отсрочки нельзя давать, и меня забрали в армию. Причем какое-то ощущение у всех сложилось, что я по собственной воле ушел, типа радуюсь. Заявление писал, заберите. Нет, ну я просто не сопротивлялся. Когда нас построили побритых. И переодетых. Ну когда я вам скажу, человека в таком возрасте бреют наголо, это очень страшно. Картина, когда все стоят вот такие, уши торчат. И когда смотрят личные дела офицер, ты сказал, чего? Ты у нас артист? И как-то так посмотрел на себя. Ну ты забудешь на два года об этом. У меня как-то все внутри оборвалось. Я думаю, наверное, никому не надо говорить, что я артист. После одного случая уже в войсках, учась там на втором курсе, фильм такой был на Свердловской студии, команда 33. Снимали про то, как, опять же, в армию уходят люди. Я там вот такой крошечный эпизодик играл. Что-то брек там танцевал какой-то. И говорили почему-то у меня по имени персонажа. Костя, пойдем от дискотеки. Ну мы уходим, все. Привезли этот фильм нам. В часть. Да, в часть. Там городок был, там, станковый полк, батальон. Вот. Главное не моргнуть. Все увидели. Да-да-да. А это уже я отслужил. У меня уже я не был лысый. У меня уже была нормальная прическа. Там даже подстричься. Проблема была нас заставить. Такие чубы были, как у казаков. Которые под пилотку прятали. Говорят, а что, я поустал? Вот нормально. Да-да-да. А-а-а. Развесисто. И увидели. Да ты артист, оказывается. Слушай, приходи, там, картошки зажарим, съедим. Никаких льгут из-за вашей артистической бурной молодости не было в армии, да? Нет. Вы не пили, не плясали, и вы их не искали. Нет, мы плясали сами по себе. Я помню, попросил прислать театральный грим мне, и мы с товарищами развлекались в армии. Мы намазались, вот сейчас очень модные фильмы о зомби-апокалипсисе, нарядились и после отбоя пугали товарищей. Товарищи, прекрасно. Одного чуть не довели до инфаркта. Потому что все договорились, я всех загримировал, пришел человек, уставший снаряды, не спал сутки. Начал ложиться, все сделали так. Потому что там такое ночное освещение, было очень хорошо, как в кино, и все сделали так. Ага. И он... Да-да. А он еще был при Балт. Понятно, да. И он, что? А-а-а. Ну, довели, вот парни. Вы вернулись да учились, правильно я понимаю? В Екатеринбургском институте театральном. Там же вы женились благополучно, да? Да. На вашей единоутробной жене от первого брака, да? Который до сих пор является в том же статусе. И начались 90-е годы. Да. И что вы делать стали? У нас был очень яркий курс Средловский. Полкурса захотели сделать театр из него. У нас были спектакли, уже основа репертуара. Мы просуществовали год, наверное. То есть вы сделали, да? И это все дело развалилось, потому что театр вообще никому не нужен стал. Когда там сигарет нельзя купить. Какой театр может быть? Родилась мысль переехать в Москву, потому что вроде хоть что-то там происходило. Ну и большинство народу поехало, вот, и в том числе я с женой, с Ольгой, поехали в Москву пробоваться в театры. У меня, в принципе, возраст позволял еще учиться. Я хотел, что называется, с младых ногтей. Обожал фильмы Марка Анатольевича Захарова. Ну, так как я жил все-таки в провинции, я видел только фильм. Я в театре спектакля, кроме ее новой овощи, там записи не видел. И мы приехали показываться и зашли в ГИТИС. Ну, я, конечно, очень разволновался, потому что, ну, это ж такое имя для меня. Ну, да. Но все же нашел всякие силы и показался. Ну, вот меня взяли на второй курс опять учиться. Это был актерско-режиссерский факультет. Сама Захара взял? Или кто-то там... Нет, ну, меня посмотрел сначала педагог, потом сам Марк Анатольевич. Он сказал, ну, давайте, давайте мы вас возьмем, наверное, если... Ну, и вот я потом закончил еще ГИТИС. Я просто с головой ушел. Мне так все нравилось. Там была совершенно другая атмосфера. Если там в Свердловске была, можно сказать, студийная атмосфера, то здесь очень взрослая, как говорится, среда воспитывает. И я вот сейчас просто уверен. Есть, конечно, я сейчас кощунстве вещи, наверное, скажу. Есть какие-то школы актерские, но все равно среда воспитывает. Вот если человек сам захочет, он впитает в себе в том числе и в виде артистов больших рядом, как репетива, великих русских артистов. Он все равно возьмет это больше, чем чему-то там, какие-то догматию будут учить. А вы в это время, покуда учились, что вы ели? Ольга у меня и запретала, что могла. Да. Любимая еда у нас была псевдоплов. Это такой рис с картошечкой, в смысле с морковкой пожаренный. Он был вроде цвета плова. Вроде красивый. Ну, нет мяса, не страшно. Магически, если бы. Верю, что здесь мясо. Нормально. Белок получил, протеин, все хорошо, прошли. Нужно искать работу, нужно что-то есть, нужно как-то перебиться. Это одна сторона вопроса, да? Да, где-то нужно жить. Я не знаю, в общежитии или на какой-то съемной квартире, да? Другая сторона вопроса – это столичный театральный вуз, курс, который возглавляет Марк Захаров. Вы там успевали произвести, допустим, на него неизгладимое впечатление? Во-первых, у него привычка. Даже не привычка, это, скорее всего, правило называть всех по имени и отчеству. Для студентов. И он всегда умел как похвалить, какие-то такие слова найти, что у тебя просто… Крылья вырастают, да. Да, так и, собственно, опустить на землю. Ну, и, конечно, все это старались. Вот я там, знаете, вот, ну, у нас вот в стране два человека умеют делать. И там, могу сказать, вот вы и Олег Иванович Янковский. И ты… Ну, понятно, что это… Нет, ну, какая разница, ну, неважно. Вот, ну, это же в этот миг просто, да? То есть это сейчас за это все отдаешь, да? Ну, вы знаете, я все-таки… Курс был актерско-режиссерский. Прицел был на режиссуру. Вот сейчас оглядываясь, наверное, мне просто очень повезло. Потому что я, во-первых, слышал, что говорили режиссеры. Мы же играли у них в спектаклях. Какие-то замечания. Видишь, что в театре происходит. Сейчас это, вот, наверное, во мне отложилось, опять же. Вот среда воспитывает. Это мне очень помогает, допустим, я… Мне иногда никто не нужен, чтобы свою роль простроить. Бывает иногда в случае, когда режиссер беспомощен, то я сделаю это сам. Поэтому это очень помогло. Я считаю, что он определенный самородок. На самом деле, безумно талантливый человек. Он удивительно ироничный. Он иногда приносит какую-то фразу, которая совершенно точно попадает в канву спектакля, в тему. И я начинаю там колоться всегда от того, что он приносит. Потому что это здорово. Это, на самом деле, просто здорово и радостно, и неожиданно. И зал реагирует. Потому что, знаете, когда это точная фраза, да. Чисто по-человечески очень-очень легкий. Легкий, отзывчивый. Он работяга удивительный. Удивительный. Ну, если он что-то делает, то он делает это не просто так. Он ничего не играет. Он именно проживает все это, потому что вот по-другому нельзя. Он такой человек. Я считаю, что это явление в искусстве, во всяком случае, в Москве, это точно. Жорочка умеет сказать. А Захаров в Ленком вас брал? То есть это была такая учеба с прицелом? Я буквально вот с первых, можно сказать, дней обучения попал уже в массовку в Ленком. Но мне повезло, меня взяли даже с распределением. То есть, когда мы закончили ГИТИС, я сразу перешел плавно в труп в Ленкому. Потом до меня какие-то слухи дошли. Вот мы когда показывались, кому-то я помогал пока. Ну как, у нас отрывки, я должен все, ну товарищам помогать. Ну конечно, с партнером, да. Меня ни в один театр не берут. Я думаю, ну вот, Ленком взяли. Ну ладно, я понимаю, хорошо. Ну приятно было бы, если еще куда-то позвали. Потом мне сказали, говорят, нет, вы его не берите, он Ленком уже. Вы взяли. Может быть поэтому, может быть я бесталанно показывался, не знаю. Но тем не менее, у меня предложение было одно только, вот Ленком. И я проработал там 2003 года. Куда вы и двинули. Да. Инга Оболдина сейчас нам о вас расскажет. Моя история с Костей Юшкевичем очень старинная. Он, может, даже об этом не знает. Но все девчонки в ГИТИСе вздыхали по такому красавцу Косте Юшкевичу с курса Захарова. Это было так. Но он, правда, никогда об этом не подозревал. По крайней мере, он никогда этим не кичится и не несет это на блюдечки. Он просто красивый. Что редкостно, он еще и умный. Что еще редкостнее, он еще и с хорошим, потрясающим чувством юмора. Мне повезло, потому что мы с ним встретились в таком проекте «Балабул». Надо сказать, что редкое сочетание, когда хороший актер – хороший человек. На площадке с ним комфортно всем. И актерам, и гримерам, и художникам по костюмам. Вот он вообще не капризный парень. Не капризный актер. Даже я скажу, что когда мы снимали первого «Балабула», мне показалось, что там текст не с особым юмором написан, хотя требует того, то Костя это произносил так, что становилось смешно. И в этой своей нелепости героя он, конечно, находил юмор. У него, конечно, еще такое язвительное чувство юмора, такой немножко скепсис во всем. И это очень здорово, потому что со свинячьим серьезом он никогда не играет в кадры. Всегда есть отстранение и допущение. И юмор по отношению к ситуации и к самому себе. Это, конечно, здорово. То есть Костик, он такой человек-позитив. Конечно, повезло его жене, я думаю, что очень. Спасибо, Инга. Вот скажите мне, вот такое ироничное отношение к роли, к жизни, к себе сложилось, потому что сидел в этом театре и не играл ничего, или вы с ним родились? Оно, наверное, как-то развивалось, потому что мне всегда нравилось, когда в человеке есть самоирония. Не боится смешным быть, смеяться над собой, ну и вообще, и так называемое реактивное чувство юмора, когда человек может так неожиданно пошутить. И в кино мне там нравится юмор определенный. И это, наверное, все-таки Захаровский такой метод, когда все неожиданно. А это нормальная практика в театре, что вот вас взяли в труппу, и вы ничего не играете? Вы ходите в сцене, матросы выбегают. Нет, это, ну это, нет, нам объяснили, что это роли. Испанцы, моряки, это роли в Юноне. Ну, потом Юнона все-таки, Юнона, легенда. Легенда, да, совершенно верно. И благодаря Юноне я первый раз за границей побывал, в далекие 90-е начало, там, в Дании, где-нибудь. Вот, мы сидели в номере, открывали, закрывали стеклопакет. Мы понимали, что это такое. Тихо. Пять в машину ездят. Улица, да, да. Вот, и было много потрясений. Ну, когда меня взяли, меня взяли с распределением. Новая редакция, как Марк Анатольевич это называл. Сначала я играл один там, потом играли Олеся Железняк, Дим Марьянов и Сергей Фролов. Жестокие игры такой был спектакль. Бомба. По тем временам, когда он вышел. Там переиграли все наши великие артисты, Ленковские. И потом меня распределяли там в другой спектакль. Ну, там уже по другим причинам у меня не получилось сыграть. Я снимался в фильме, меня утвердили. Я что-то пролетал как-то. Ну, и за двумя зайцами нельзя огнаться. Вы сказали, что самая лучшая школа актерская не зависит от учебного заведения, в котором ты учишься, а это воспитание средой наблюдения за великими, за драматургами, за режиссерами. В Ленкоме у вас это получалось за ними наблюдать? Ну, естественно. Но иногда Марк Анатольевич, еще мои будущие студентами, любил такие аттракционы устраивать. Вот, допустим, репетирует Александр Гаврилович, надо какую-то акцию провести актерскую. Он говорит, так вот, мы сидим на репетиции, мы массовки там. Ну-ка, идите, давайте, сделайте это. Ну, и ты выходишь, и как в омут с головой, как говорится, довериться организму, как Марк Анатольевич назвал. Видишь, что ты исполняешь? Он говорит, вот, видите, давайте, повторите. Вот, видите, студент. Это, наверное, как-то раскрепощало, но при этом ты чувствовал, что ты какую-то маленькую лепту внес. Да-да-да. Не важно, что все равно Александр Гаврилов сделал это лучше. И, может быть, не так это отчаянно, но все равно лучше. Но, тем не менее, ты поучаствовал. Анатолий Журавлев. Костя замечательный актер. И, конечно, в нем есть такая, как сейчас говорят, мужская харизма, которая многое определяет в его работах и в его подходе к роли. Он как раз обладает этим свойством, которое его и отличает от других актеров. И это вызывает симпатию к нему. Очень большую симпатию как со стороны мужчин, так и со стороны женщин тем более. Вот я считаю, что это главная сторона его актерского дарования. Спасибо. А когда вы приняли решение из театра уйти, вы себе что сказали? Хорош, я больше тут не могу? Это, конечно, было не с бухты барахт. Это формировалось разными ситуациями, которые возникали, противоречивыми. Потому что репетурный театр, он все равно несовершенен. Там есть какие-то сложности, какие-то нюансы, которые, допустим, меня не устраивают. Если ты понимаешь, что в данный момент я остановился, и больше развития не будет, то надо принимать какие-то решения. Плюс какие-то несостыковки чисто бытового плана, графики. Очень было сложно сниматься. Были конфликты, конечно. Из-за съемок? Из-за съемок, из-за другой работы на стороне, как у нас раньше говорили, там, интерпризного движения. Произошла одна ситуация, когда меня распределили, я не смог эту роль сыграть, но я летал. Тогда у меня первая мысль родилась, может быть, уволиться и как-то попытаться самому. Но потом это все нарастало, у меня начала появляться работа, где-то вот вне стимтеатра. Тем более, что ты хочешь еще что-то попробовать, и у тебя это не получается. Не потому что тебя не берут, а потому что ты не можешь почему-то. Ну, почему-то ты что-то должен делать, что тебе не нравится. А вы вообще не любите делать то, что вам не нравится? Ну, я не очень насилие люблю. Нет. Я могу допускать добровольное рабство, что, собственно, в театре есть. Но когда ты вообще не понимаешь, зачем я это буду делать, у меня и в армии были проблемы, видимо, и в школе, ну, и потом в театре как-то начались случаться проблемы, потому что когда меня допекают, якобы долго терплю, я дальше потом не могу. Нет, послушайте, но это же заблуждение считать, что жизнь — это сплошные пряники с вареньем, которые должны приносить удовольствие. Я для себя, когда, ну, уже стал серьезно думать о профессии, понял, что мне повезло в жизни. Я избрал профессию, которая мне нравится. Я не работаю, я получаю удовольствие от профессии. Это одно. Но когда ты начинаешь на работу ходить как на каторгу, значит, я задумаюсь, подумаю, ну, вот что, что мне, почему? Это же мне нравится дело, почему я это испытываю какое-то... Значит, что-то не нужно мне. Значит, оно меня тормозит и мешает развиваться. — А Захаров обиделся на вас, когда вы ушли? — Ну, было, наверное, немножко странно, бытовало мнение, что из линкома не уходит. Уволить могут, а тут я написал сам заявление. — И пошел. — Было, конечно, несколько непонимания, кто тебя обидел, что я говорю. Ну, дело не в этом просто, но я для себя... Ну, это был выбор очень тяжелый для меня. Уж не говоря, когда ты в коллективе столько проработал, верхнее жилье было от театра. У меня даже была какая-то там что-то типа дачи там, ну, дачи линкомовские были, как бы такая комнатка была, где, в принципе, ко мне приезжала куча друзей, у меня такие там были дышь-дышь-дышь-дышь, выходные, весеринки. Это было очень весело. И все друзья сказали, ты увольняешься с линкома, куда мы будем ездить? У меня там по восемь машин заезжали на территорию, и там шашлыки и как бы веселье. Я терял и как в бытовом, так и в плане... — Статуса. — Статус. — А артист линкома? — Ты приходишь на пробы, говоришь, я артист линкома. Чуть-чуть вдруг грустнеет кто-то. Кастинг-директор говорит, хорошо, конечно, но вас потом на съемки очень сложно достать. У вас там такие сложности вас отпросить. Ну и плюс неизвестность, она очень пугает. Так что так случилось, я ни разу об этом не пожалел, что ушел. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели фрагмент фильма «Игра в правду». Думаю, ну надо же, кому-то из пацанов повезло, кричу, Марик, это ты? И твой, Толя, голос. Я! А я говорю, как закончишь, позови меня, я на лестнице буду сидеть курить. Сижу, курю, грустно так. Думаю, надо же, мне уже 23 года. Что, Свет клином на этой Ковалевской сошелся? Ну, не пошла она за меня замуж. Я не знаю, не захотела. А я звал. Да, звал. Вы когда Маю собирались на актерский провожать, тогда и звал. Звал? Звал. Вот. А думаю, а что такое? А столько вокруг девок хороших. Вот, например, Полина пришла. Ну, милая такая, взгляд такой ясный. Ерунды вообще не говорит. Чувство юмора есть. Я шутил, смеялась. АПЛОДИСМЕНТЫ Фильм замечательный совершенно. Прямо вот прекрасный фильм. Вы здесь еще и сценарий писали, да? У нас получилось 4 соавтора. Это вот Виктор Шамиров, режиссер, Гоша Куценко, я и Дима Марьянов. А зачем вы писали сценарий? Просто есть французские пьесы, современные очень. И они все довольно странные. Ну, и не касаясь комедии положения, где что-то происходит. А когда, вроде, ты чувствуешь там изюминку, но что-то не хватает. Вот эта история нам очень понравилась. И режиссер, мой сокурсник, кстати, Витя Шамиров, он когда прочитал, сказал, ну, французы молодцы, как всегда. Значит, идея офигенная, а пьеса, не буду произносить ей слова, которую он сказал. Не очень хороша. Да. И он сказал, говорит, давай заключи с французами, чтобы мы все переделали, потому что она так ложится на нашу жизнь, вот эта идея. Да нет, Костя, я не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, зачем вы сами взялись писать сценарий? Вот я пишу сценарий, а вы играете. Если нас поменять местами, из этого ничего не выйдет. Зачем актерам писать сценарий? Ну, мы один раз попробовали, и нам очень это понравилось. Мы начали с «Лэдди Снайт». Пьеса, когда я читал, наискушнейшая. Я ни разу не улыбнулся. Сели, все диалоги переписали, и вроде как у нас вышло. 16 лет на аншлагах играми на спектакль. Катя Стриженова. Костя очень обаятельный человек. Очень обаятельный, очень приятный в работе. Он очень мягкий, очень подвижный, такой вот внутренне подвижный. Работал с ним безумно легко. И я Костю наблюдала во многих работах и театральных. И мне вообще нравится очень его такая установка. Вот их компания с Гошей Куценко, вот это вот, Шамиров, Гоша Куценко, они вот все никак не вырастут. Они все какие-то такие взрослые дети. А Костя еще успевает любить свою семью, понимаете? Что вообще фантастическое дело в нашем мире. Это тоже заслуживает удовольствие. Создавать, охранять и работать, и деньги зарабатывать, понимаете? И чтобы удовольствие приносило тебе работа, еще и деньги. Я Косте желаю радости, творчества и успеха. Понимаете, вот мне кажется, он из тех людей, у которых вот еще впереди много всего есть. Много. Ему есть, что рассказать людям, что показать. И еще остается хорошим человеком. Хотелось бы надеяться. Да, спасибо. А с вашей точки зрения, у вас впереди что? Ну, кроме старости и болезней, что у нас у всех впереди? Хотя я внутри себя чувствую все равно молодым человеком. Хотелось органично стареть, в том числе и творчески. Не стареть в смысле, а переходить, может быть, в другие какие-то категории. Конечно, актер независимый от профессии. Тебе может попасться роль вот на этот период, который определит что-то, может не попасться. Есть какие-то роли или образы какие-то, или фильмы какие-то, на которые вы никогда не согласитесь? Вот ни при каких обстоятельствах? Ну, наверное, да. Где-то я просто не хочу это играть, а где-то, может, у меня не получится. Наверное, педофилов никогда не буду играть. Вот, потому что и не получится, и я не знаю, я вообще не могу эту тему рассматривать. Могу играть того, кто ловит, того, кто бьет. А у вас есть такое отношение к работе, что вы работой своей, вот это, как сейчас Катя сказала, вот этой вашей компанией, да, где Гоша, где Шамиров. Есть вещи, которые изначально вносят сразу энтропию, разрушение, да, в культуру, в какую-то правильную систему координат. А есть вещи, которые пытаются все-таки все собрать и сказать в итоге, да, людям, что мир огромен и прекрасен. И его, вообще говоря, не надо ломать и калечить. Вам ближе какое представление? Ну, наверное, второе все-таки. То, что у нас был опыт сочинительства. Допустим, вот есть такой фильм у нас совместный, упражнение прекрасное. Да, прекрасный фильм. Оригинальный сценарий. Хотели сначала уморительно смешные истории, поняли, что история не получится. Ну, вот она сама собой так и вышла, она не совсем радостная, печальная. Не совсем радостная, да. Наши мир ощущения. Но мы ничего не разрушаем, мы, наоборот, созидаем. Поэтому все равно это такой печальный оптимизм, может быть. Я не знаю, как это назвать, что у нас там вышло в итоге. Мы сами на это не рассчитывали. Опыта мало в сочинительстве, но, конечно, мы в таких категориях не задумывались. Мне как бы вот хочется высказаться на какую-то тему. И оно как вынесет. Потому что у нас всегда в сочинительстве был Виктор Шамиров, который очень все структурировал и очень огромное. Он все всегда знал, чему привести. И все наши безумства, допустим, с Гошей, которые мы себя изрыгали в виде всяких безумных идей, он это все мирное русло, неразрушительное, наоборот, созидающее, направлял. Все ситуации, все персонажи, они вот нами. Придуманные и сыгранные. Ну, у нас безоходное производство. Для себя сочиняем и сами играем. Сами играем, понял. Я раньше различал города. Приезжал сразу, карту покупал. Спрашивал, а что, что тут посмотреть можно? Музей какой-нибудь там или памятник архитектуры. Ходил, смотрел, людей рассмотрел. Думал, в разных городах люди разные, атмосфера разная. Все в копилочку, в актерскую, все не зря. Ну, как будто бы опыт прибавляется, и ты с этим опытом становишься ну, вроде как другим человеком, что взрослеешь, умнеешь. Вы Евгения не видели? Как вы думаете, он встал? Да он и не ложился. О, надо звонить. Да, это же сейчас пять-шесть часов трясись по родным дорогам. А сколько на... Ну ладно. Евгений Александрович! Раньше фотоаппарат еще брал с собой. Виды снимал из окна. Поля вот эти. Нравилось мне. Альбомы составлял. Сейчас, конечно, задача только одна. Чтоб не укачало. Я-то буду спать, но во сне это тоже укачивает. Подушечки, очищки, отбой. Сейчас в театральные вузы такой же лом и вал абитуриентов, как он был десять лет назад, пятнадцать лет назад, и когда вы выступали тоже, да? Куда их девают, я вот, честно говоря, не знаю. Топитшу в Москва-реке. Вы прошедшие все на свете, да? И девяностые годы, и перевод из одного института в другой. Плов с картошкой, без мяса, но с морковью. В сцену выходят крестьяне, выбегают матросы, стреляют солдаты, да? И собственноручное написание сценариев. Вы вот современному, молодому артисту, который сейчас с горящими глазами только что поступил в институт. Вы бы какой ему дали совет? Чем заниматься прежде всего? Надо верить в себя. Без этого просто никуда. Ну и не останавливаться. Конечно, с годами какая-то успокоенность возникает, вот ее надо гнать просто поганой метлу из себя. Это прекрасно. Еще один вопрос по финалу я хочу вам задать. Вот у вас в семье три девки, да? Жена и две девчонки. Скажите, пожалуйста, вот в семье, когда праздник, когда папа зарплату приносит, когда папа со съемки приезжает, или когда папа уезжает на съемку и наконец они заживут? Нет, праздник, когда выходной у меня. Что хорошо, конечно. А что в выходной происходит? Ну, от каких-то банальных походов в кино, потому что у меня очень тоже дети киноманы получают, особенно старшие. какие-то прогулки там на велосипедах. Ну, сейчас, понимаете, возраст у них уже такой, что с годами им будет все неинтереснее, наверное, становиться родители. Я так думаю. Вот. Свои уже какие-то заботы, друзья, которые интересны все-таки. Ну, пока так. Я желаю вам от души, чтобы у вас были выходные, как у всех, да? А будни не как у всех. И чтобы вы понаписали кучу превосходных сценариев для себя старикана, каким вы станете в будущем. Спасибо. Спасибо. У Константина Юшкевича отличное чувство юмора. А когда человек умеет не только веселить окружающих, но еще и посмеяться над собой, это 90% успеха.